Спрос рождает предложение, а это значит, что количество муниципальных продовольственных ярмарок продолжает расти. Как показала практика, самарцы предпочитают приобретать продукты, учитывая безусловное качество товаров от местных сельхозпроизводителей. Если на начало 2022 года в черте городского округа Самары функционировали 28 торговых локаций на 1240 мест, то уже к концу прошлого года их число увеличилось до 43 с общим количеством в 1972 торговых места. Для обеспечения качества товаров на крупных ярмарках функционировала и продолжает работать лаборатория Самарского ветеринарного объединения. Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория предоставляла услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Стоимость незначительная, туша говяжья стоит 162 рубля, партия мяса птиц 25 рублей, растительное масло 25 рублей, поэтому для сельхозпроизводителей является абсолютно приемлемой ценой. Кроме уже традиционных ежегодных ярмарок и стационарных, у музея Алабина на пересечении Киевской и Тухачевского мехзаводе торговые павильоны появляются и в удаленных, так называемых спальных районах города. Так, в ноябре 2020 года новая продовольственная точка открылась в Октябрьском районе, на пересечении улиц Старозагора и Гастелло. Локация пользуется большой популярностью у жителей города. Ярмарка работает ежедневно с 9 до 22 часов. Арендатор постарался учесть все пожелания самарцев. Это успешная территория, успешный проект, хорошая локация в этой ярмарке. Летом 2022 года открылись еще 6 ярмарок на 100 торговых мест в Кировском, Советском, Куйбышевском, промышленном и железнодорожном районах. Продовольственные локации появились на точках, на которых ранее велась несанкционированная торговля. Территории, как правило, редко приводились в порядок, а в некоторых случаях торговля велась с земли. Глава города Елена Лапушкина распорядилась еще раз проверить уже оборудованное по всем правилам локации на предмет ухоженности и чистоты. По поводу проведения проверок, что все-таки внешний вид, должна быть опрятность, чистота. В настоящее время Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли рассматриваются места под ярмарки у крупных торговых павильонов и гипермаркетов. В некоторых торговых центрах такие локации уже показали свою востребованность. При поиске мест для продовольственных точек учитывается густонаселенность районов и клиентаориентированность. По проекту «В будущем» таких ярмарок должно появиться 18. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.